здарова ребята меня зовут максим сегодня будет второй обзор на пивоварню brev division что в переводе на русский означает пивоваренный отдел никакого инфоповода не было никаких новых коллабораций у них тоже нет просто соскучился по этой пивоварни разве что выход нового реаниматора можно посчитать за инфоповод но в этом обзоре его все равно не будет и вообще не факт что на него будет обзор первом обзоре я пробовал их и пахи и убедился что с хмелем эти ребята работать умеют сегодня же мы узнаем как эти ребята умеют работать так называемым плодово-ягодным сырьем сегодня будет обзор на газешки ну и давайте пожалуй приступим а начнем мы с dragon's fly фьюри passion fruit газе 13 с половиной плотности 3 3 ph 4 2 алкоголь то есть они еще кислотность указывают дата розлива 20 июня сегодня у нас 12 июля ну то есть пиво меньше месяца довольно таки свежие состав вода солдь ячменный хмель дрожжи и пюре маракуйи в скобочках без сахара на баночке присутствует небольшое описание летний газе с тропическим настроением соленый кисло-сладкий эксперимент с мощной порцией пюре маракуйи оценочка на антапте 3.93 и тоже есть описание но на английском газе новой школы с добавлением пюре из маракуйи умопомрачительное пиво на стыке классического газе и пиво с тропическими фруктами судя по антап то это не новинка и если зайти в соц сеть с картинками то у ребят есть пост по поводу выхода этого пива они пишут что это ремейк дебютной ярости стрекозы монофруктовая песня о главном только хорошая база костромская черная соль немецкая лакокультура и много маракуйи это не смузи не мультифруктовый сок не шейк а стиль который чистен с вами емко умещается в понятный концепт газе с маракуйи как много описаний сначала с банки потом антапта потом из соцсетей если вы любитель посещать различные пивные фестивали то могли это пиво как раз таки на одном из фестивалей таких наблюдать на самом деле до конца не хотел его покупать не потому что у меня к нему предвзято негативное отношение а потому что как вы можете наблюдать у меня уже есть баночка dragon fly fury другим набором ягод я не хотел брать еще там такое же пиво но с другим вкусом но к сожалению не смог ничего другого найти фруктово-ягодного у блюди вижена интересно что и здесь и здесь заявлено кислотность 3 3ph при том что здесь с маракуйей как правило пиво с маракуйей очень сильно кислое вы только вспомните сужающееся пиво от медисона но визуально вполне себе пиво довольно таки мутное что-то в нем плавают немного по цене кстати 302 рубля нам не обошлось но аромат ребята балдежный на самом деле пахнет маракуйей прям как надо четко очень крутой аромат ну что ж ребята пробуем за вас да как ожидалось но довольно таки кислое даже скулы сводит яркий приятный вкус маракуйи в легкую солоноватая база чувствуется вкусно фруктово солененько все круто давайте дальше далее у нас за алиспери грузинская томатная газе 13 плотности четыре с половиной алкоголя дизайн этикета конечно мне их всегда нравится дата розлива 22 декабря 22 года довольно таки старенькая состав вода соуд ячменный хмель дрожжи основа томатного сока натуральные томаты перья клубники без сахара розовый перец черный перец базилик сушеный чеснок перед вами ярчайший сорт настоящий праздник вкуса коллаборации ресторанов хали хинкали хача и пури и локальный пивоварня брюди вижн томатный газе с добавлением клубничного пюре смеси перцев базилик и чеснока невероятный в то же время гармоничный эксперимент ну звучит вкусно оценочка на антапте 339 чекина довольно таки мало всего лишь 87 описание такое же как и на пил томатная газа с апельсиновым соком произошел в легкую гашинг но все-таки действительно уже давно стоит буквально недавно пил томатная газа от нонсенс и лето бриус томатной пастой и апельсиновым соком здесь получается томатная паста и клубника но визуально вполне себе газы специи не плавают на удивление ну чуть-чуть ну конечно те кто не часто пьют томатные газешки в силе мечелада например как я постоянно пью для тех конечно может показаться что здесь довольно таки много специй я просто привык что в стакане плавает салат обычно очень яркий аромат специй перекрывает аромат томатов ну что ж ребята предлагаю сразу пробовать за вас довольно таки пикантная приятная такая остринка довольно таки мягенько томатника но клубники не чувствую есть конечно сладость небольшая она довольно таки жидкая я бы конечно хотел чтобы она была бы погуще но в общем и целом довольно таки вкусная томатка мексиканском стиле у нас довольно таки много выходит томатных газешек я уже два больших обзора на них сделал а это вот в грузинском я конечно в грузинской кухне не специалист поэтому не знаю насколько это попадание хорошая в тематику но определенно отличается от остальных газешек томатных тех же самых мексиканских если вы любите томатные газешки но вам именно тот набор специй уже приелся типа мексиканский вам охота как-то разнообразить то вот хороший вариант пометок давайте дальше и вот он финиш dragonflies фьюри фрут газе raspberry ginger and mint 13 5 плотности 42 алкоголь 33 кислотность весенне-летний газе с добавлением малинового пюре пюре имбиря и мяты соленый кисло-сладкий эксперимент где все ингредиенты составляют единую полифонию дата розлива 19 апреля состав вода солод ячменный хмель дрожжи пивные пюре малины без сахара пюре имбиря без сахара мята интересно у ребят заморочка что они пишут без сахара обязательно в сад кубочках неужели все остальные добавляют пюре с сахаром оценочка на антапте 382 конечно сложно назвать это новинкой учитывая что она вышла в апреле но если смотреть по антапту то это пиво идет сразу за реаниматором который вышел недавно больше ничего за это время не выходил соответственно но относительно новинка недавно буквально делал обзор на пиво с мятой от синдрома и остался недоволен тем что мята перекрыла все остальные ингредиенты посмотрим как брюди вижен с этим справились визуально темно-розовая очень мутная но выглядит так как будто там очень много прям пюре хималиновый все-таки первое было не такое сильно густое но все-таки маракуйя довольно таки жидкая сама по себе имеется ввиду то что съедобная часть начинка но не считая конечно косточек а в аромате малина не знаю что там будет во вкусе но как минимум в аромате малина преобладает и над мятой и над имбирем хотя не знаю какой должен быть аромат у имбиря конечно на самом деле по аромату напоминает гедлост от горьковской пивоварни но там конечно было все довольно таки грустно по вкусу посмотрим как же это будет здесь за вас довольно таки сухо действительно без сахара сначала чувствуешь вкус малины а потом его смывает соль к моему удивлению я не чувствую не имбирь не мяту но возможно тут и нечем удивляться но потому что действительно вы посмотрите здесь просто дохренища малина действительно как и заявлено это сухая малиновая газешка и вот в случае есть ли с гедлостом я был недоволен потому что там тоже было сухо но там было и скудно по вкусу а здесь очень много вкуса малины не нужно за ним гнаться никуда не нужно его нигде искать ты просто делаешь глоток и сразу его чувствуешь здесь очень много малины ну и по цене это конечно тоже в районе 300 рублей соответственно в два раза дороже чем get lost возможно если это разбавить водой пополам то будет как раз таки get lost от горьковской тогда конечно вопросов не будет я просто не вижу смысла делать слабое откровенно пиво достойно ребята довольно таки удачный сорт как на мой взгляд давайте итоги подводить ну ребята я не знаю что делать с пиварней брюди vision есть ли вообще смысл какой-то на них дальше обзор делать ну что вот они наварили вкусного пива и все как бы выпил вкусно обзор на пять минут вышел даже нечего по засирать ну ладно сейчас я до чего-нибудь докопаюсь кстати выпал этого пива осадочек и специй но фоткать не буду что вы не видели как специи в пиве плавают ничего такого из рамок вон выходящего в этом нет не знаю как по мне так очень прикольная томатка прям захотелось под нее что-нибудь сдачить вот версия с маракуйи несмотря на то что здесь тоже заявлено что она без сахара так вот она довольно таки сладкая как-то я вначале возможно на этом не с акцентировал свое внимание так то потому что я не знал что вот это будет такая сухая хотя знаете все-таки не совсем прям сухо беру свои слова назад не знаю почему нет показалось так сильно сухо все-таки есть сладость присутствует хотел было сказать что эта версия мне больше заходит но на самом деле они обе одинаково прикольные в целом брюди вижн лично для меня держит планку пивоварня варят стабильно хорошее пиво но конечно бюджетными эти сорта не назовешь пожалуй главные конкуренты вот этих двух сортов которые мне приходят на ум эти берлинеры от айфбрю пэшн из май конфэшн и разбери из май санктуаре которые продаются в ленте по 250 рублей соответственно малиновое и маракуйное пиво я конечно понимаю что ленты это сетка и они могут себе позволить ставить цены дешевле но факт остается фактом единственное это конечно то что магазин в котором я покупал не самый дешевый есть у меня наемчики подешевле но проблема в том что там нет брюди вижена но вот пожалуй все вот такие вот у нас итоге масс-маркет душит крафт все как всегда при том что я не люблю когда крафт попадает в масс-маркет потому что как правило качество падает и на самом деле те сорта который я перечислил у афки я не пробовал уже наверное года два как возможно они уже испортились и эти пивосы просто шансов не дают тем но я не знаю но теперь точно все спасибо за просмотр меня зовут максим всем удачи а Продолжение следует...